Всем привет, ребятки! Вы на канале Своим Входом. С вами, как обычно, Лизончик Виталик. Это морозная Исландия. Сегодня мы отправляемся в самое холодное место Исландии. Будем искать тупиков таких волшебных райских птичек. А еще в этом выпуске мы с вами окажемся на ржавом корабле. Прям посреди Исландии. Еще будет очень много съемок с квадрокоптера, много жранины. Мастер-класс готовки еды от демастика. В общем, все лучше в традициях своим ходом. Погнали! Сейчас время 5 утра, 5 утра. Все спят. А я что-то в зал на кран, даже не знаю почему. Заварил себе бомж стакан. Называется Капуто. С таким офигенским видом и бутером. Ой, ну я и лошара, ребята. Сейчас я вам что-то расскажу. Короче, история такая. Значит, встаю я. Время 4.30. Я об этом не знал. Я встал такой, смотрю. Ух ты, как круто, все спят. Душ свободен. Пошел в душ, короче. Намылся, начистился, набрился. Все спят. Думаю, нифига себе круто. Равно встал, так все спят еще. Пошел себе бомж стакан заварил, скушал. Смотрю опять все спят. Я думаю, что за фигня. Смотрю на часы, короче. Время 4.30 было или 5 часов утра. А подъем у нас 8. Я такой, ё-моё. Я вообще не выспался нифига. Посидел, думал, посижу, подожду, пока все проснутся. Выдержал только час. Потом пошел, упал спать, короче. А вот все потихоньку только просыпаются. А во всем виноват полярный день. Потому что я встал, было вот так же. Знаете? 4.30 и было вот так же. Не важно. Час, два, полярный день. В Асландии никогда не темнеет. Сегодня опять ужасная погода, дождь. Едем мы сейчас 76 километров до тупиков. Вадя, как мы здесь жители будем? Я буду вам в ватсапе писать какие-то. Грубо останется еще Исландия? Конечно. Нет, естественно останется, конечно. Честно, будем писать что-то. Тупики уже на подходе. Сейчас мы там за мысом. Мы поедем, объедем его. Увидим наконец-то тупиков, которых я вам показывал на протяжении всего путешествия. В виде игрушек, магнитов. Вот самый классный тупик, который мы видели, да? Ну, подними его. Он пушистый. На тебя похож вообще. Короче, это райские пляжи Исландии. Только здесь хрен покупаешься, потому что очень холодно. Водоросли интересные. Похожи на куриные лапки, прикиньте. Куриные лапки, а какие-то непонятные такие лепестки. Первый раз такие вижу водоросли. Вот они, Исландские пляжи. С воду проверим. Жесть. Здесь хрен покупаешься. Мы приехали на самую западную точку Исландии. Здесь очень холодно. Тут на них куртка. 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 И еще одна куртка. И футболка еще. Девчонки все одевают сверху еще двойные штаны. Я тоже в штанах. Короче, мы приехали к тупикам. Вообще мало кто добирается. Мало кто все туры делает. Потому что очень далеко ехать. И здесь дорога в один конец. Ты приехал, посмотрел. Потом еще обратно нужно проехать сорок. И потом типа выехать на дорогу, которая едет вокруг. Ведет вокруг Исландии. Ребята, первый тупик. Смотрите, какой пупсик. Офигеть. Прямо на скале. Вот раз. Вот второй. Третий. Четвертый. Это реально милота. Красивые, да, тупики? Как на магнитиках, Лизан? Или красивее? Как у меня игрушка вот такой же. Все как игрушки. Здесь такая огромная скала. То есть вот ее начало. Здесь парковка. Нужно подниматься вот вдоль этого обрыва. Вверх, вверх, вверх. И вдоль всей этой скалы наблюдать тупиков. Очень холодное место. Невероятно. Руки отваливаются вообще. Вот эти варежки меня очень спасли. Рекомендую. Они очень теплые. Такие флизко внутри. Классные. Стоят своих денег. Главное, там в начале был забор. Смотрите, а здесь забора вообще нету. И вот такой обрыв идет внизу скала. Отвесная. 90 градусов. Жесть. И вдоль этой скалы можно далеко-далеко-далеко идти. И везде птицы летают. Везде. Здесь птицы на миллионы живут. В этих скалах. Как круто пролетело красиво. Это место называется Птичий базар. «Мной Варго». «Мной Варго» Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, смотри, еще куча туперов нашлись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Друзья, нам есть зафиксированное место, где самое максимальное количество тупиков. Это настолько масштабное зрелище, что эти масштабы очень сложно передать. Мне даже страшно в краю подходить. Здесь запрещены квадрокоптеры. Я даже не знаю, летать нет. ДимаTorzok 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 Человек, если написано квадрокоптер запускать нельзя, он его запускать не будет. А непорядочный, вроде меня запускают, квадрокоптер везде, где написано, что квадрокоптеры запрещены. Это мой обед. Смотрите, как красивый. О, видите, животе ртит. Все это потому, что Дмитрий Джан хрен по мигде. Все его ждут. Даже я здесь есть в коллекции. Видите, это я с аппаратом. Сейчас Лиза, смотрите, мне голову откусит. Смотрите. Всегда мечтала. Видите, я без башки. Сейчас она еще тело сожрет. Сейчас я сам себе голову откусил. Знаешь, как говорим? Кукла вуду. Мы дождались, Димоном открыл машину, наконец-то. Все кушают йогурты. В первый день Вадим подарил мне вот такую штуку. Я постоянно йогурты засыпаю. Постепенно, да, вот. Так хватило на две недели, считай. Сразу йогурт становится в три раза сытнее, чем обычный йогурт. Ну что, Димон, как там наверху? Слушай, там прикольно, но идти далеко, конечно. Мы съели йогурт, он был со снотворном. Через пять минут, короче, поели. Все положили в пакет, оборачиваешься, через пять минут и все вот так сидят. Время близится к обеду. Смотрите, какая красота. Такое состояние сонное. Даже снимать ничего не хочу. Ну, нужно снимать. Нужно снимать, чтобы вам показать красоту Исландии. И здесь, в этом месте, в общем, есть столик, где еще ребята уже раскладываются. Будем там кушать то, что вчера приготовили заранее. И здесь стоит вот такой ржавый корабль. Посмотрим, что за корабль хоть. Очень круто смотрится корабль. Нереально просто. На фоне гор стоит. Здесь такая табличка, ребята, написано, что это самый большой стальной корабль. В общем, построен он в 1912 году в Норвегии. И что в 1981 году, типа, он здесь оказался. И написано, пожалуйста, типа, не входите на корабль, потому что есть риск получить травму. Здесь кто-то постарался, затянул и написал, пожалуйста, будьте осторожны, заходя на корабль. Второй вариант не нравится больше. Молодцы. Помните, на корабль заберемся? Называется он Гардар. Заходим в корабль. Прикиньте, корабль 1912 года. Сколько лет? Уже 100 лет прошло, охренеть даже больше. Это коридор какой-то. Там трубы. Здесь коридор можно пройти. Выходим на палубу корабля. Все ржавое такое. Как он еще сохранился, еще стоит здесь. Круто вообще в Исландии, конечно. Ведь стоишь на корабле посреди гор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитанский мостик. Это маленькая каюта капитана. Здесь он тусовался. Все стекла выбиты. Такой небольшой кусочек остался. Полный ход даем. Что сейчас за приборы? Семен, давай, якорь поднимай. Ха-ха. Отдать швартовый, или как там говорится? Отдать концы. Виды, конечно, вообще эпически открываются. Я просто сижу путешествием какой уже. Десятые, одиннадцать дней. Уже немного все приедается, это Исландия. Но если бы я весь первый день был, я бы нахренел от такого вида. Там еще водопады. Уже водопады вообще не интересуют. Потому что когда мы едем, вот видно раз водопад. Поворачиваем сюда камеру. Два водопад. Три водопад. То есть три водопада видно только отсюда. Вру. Вон там за дорогой четвертый водопад. И вот так вот каждую секунду. Только отъезжаешь кроме, сразу видно пять водопадов. Дальше уехал, и еще шесть водопадов. Исландия, это бесконечное количество водопадов. А тем временем там вот готовится у нас обед уже. Мы приехали поесть, а Дима в говно наступил. То есть такой шлейф дерьма вообще по всей этой лагуне. сказочной на фоне корабля. По традиции газовый баллон достается. Газовая плита. Ой. Фу! Я не наступал никуда. Я аккуратно прохожу. Вот сюда у нас ты видела, смотри. Выбрала ты место! Приятного аппетита! Хорошо что камера не передает запах. В данном случае это хорошо. Вчера у нас была баранина, и мы также сделали, нагрели вот куриные ножки с рисом. Девчонки в салате, как обычно делают, огурчики, помидорчики, по две ножки можно брать, о, я себе уже огурчики посолил, так вот, помидорчики. Как с магазина копченая. Поверим. Курочка. Это пахнет, пахнет. Это просто волшебство, несмотря на то, что она холодная, очень вкусная курица. О, вы пришли запахлой едой вместо какашек, оставайтесь здесь. Лиза, вот вы много вкусите, у вас очень найдет. Вы знаете, как называется весь этот архипелаг островов? Вопрос от Дмитрия, знаешь, это как, музыка сейчас ставь, пожалуйста, как это, сколько хочешь стать миллионером. Да, 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 да. Звонок другу, я звоню Диме. А можно 4 варианта ответа, Димон? Это самый большой в мире архипелаг. Друзья, давайте играть честно. Прямо сейчас нажимаем на паузу, пишем в комментариях правильный ответ, снова включаем видео и узнаем его. Малайский архипелаг. Малайский архипелаг. Оставлю для вас наклеечку своим ходом, ребята, вот такая наклеечка, наклеивать не буду. В общем, вот получается, корма корабля. Здесь дырка такая, заходите вот сюда, смотрите. Здесь такой плафон висит. Поворачиваю плафон, и вот наклеечку своим ходом сейчас вот так вот вратников положу. Присылайте нам фоточку, чтобы вы нашли ее. Нам будет очень приятно, что вы тоже побывали в этом месте. За что не люблю автомобильцы, то, что в нем постоянно вырубает, просто хочется спать. Опять начат сад тоже, капец. То солнце, то дождь. Непредсказуемая погода, на самом деле. У нас целых три дня не было солнца, вообще ни лучика. И сейчас наконец-то вышло солнце. У нас целый у нас целый плафон. Очень приятно. У нас целый плафон. И так, ребятки, мы приехали в следующий город, который называется Лаугар. Идемте в офис ставить, Виталий. Ставим сейчас офис. Это как игра стратегии, знаете, вам уже рассказывали. Сначала ставится офис, от него уже дальше идут ветви. Вон девчонки уже поставили, смотрите. Какая у вас скорость? Девчонок немного криво, но стоит все. Главное скорость. Ай, так сойдет. Завтра все равно разбирать, это как кровать можно не заправлять, знаешь. Да, нормально. Так, наш стол, значит, Лизончик готовит макароны сейчас. Димон уже бекон жарит на сковороде. Первая порция ужина, берем лечо, вот так накладываем его. Открываем, Вася, мощный супчик грибной. Видите, какая красота с сухариками. Пробуем. Вы даже не представляете, вы на природе как вкусно, супчики такие ужасные. Аромат Индии, знаете, какой-то вот карри, что ли. Карри, карри, да, зира. А, супчик тоже огненный, горяченький. Дают пробовать макароны. Почти, 90% должно быть как крем, а он как крем. Готово. Вот здесь еще можно видеть Диму, сливающего в дуршлаг макароны на фоне реки. А что на дороге-то? Что не на траве? Потому что траву жалко, кипяток на траву лезет. О боже, одна макаронинка. Вообще была задача без потери обойтись. Макароны по-беконски сейчас будут. Макароны по-димонски. Так, мастер-класс готовки еды от Димастика. Это макароны по-димонски. Филе макарон. Ништяк вообще. Вы так уели когда-нибудь? Напишите в комментариях. Я вот первый раз сейчас буду есть такое. Дальше все дело перемешиваем тщательно. Ничего себе, это вообще огонь. Это не огонь, это жир. Так, первому Виталику. Ништяк, я пошел, спасибо. Огонь. Вот это поворот. Ништяк, вкусно отчищу. Потеря. Все, вот сад все пошел уже. В смысле? Я все съел, все, все. За добавку уже подошел, ну и жаль. Итак, у нас получилась вот такая штука, смотрите. Очень много всяких лечи. Индийские приправы, махарошки. Бекончик. Очень вкусно. И здесь нигде находится горячий источник. Прям в кемпинге. Такие чуваки сидят в бассейне из Канады и из США. Ребята с ними там нашли общий язык. Трещат. Здесь реально такой яркий контраст. Мы стоим вообще просто замерзаем от холода. А ребята в ванне сидят, купаются. Вот такая она Исландия. Время сейчас знаете сколько? Без 10-11. Такого уже не было очень долго. С самого начала нашего путешествия. Приехали реально рано. Уже наелись. И там ребята чилят в источниках. Завтра мы рано утром встанем. И пойдем тоже тем же самым заниматься. Только никого не будет. И на рассвете вообще будет шикарно. А сейчас все. Лайкосик заряжайте. Комментарии пишите. На канал подписывайтесь обязательно. Мы вас всех обнимаем. Целуем. Любим. Пацанчик, попрощайся со всеми. Всем пока. Спокойной ночи. Goodbye. My love. Goodbye. Да. Мы залезаем в палатку. Вот так. На самом деле в палатке очень тепло. У меня клевый спальник. И в палатке даже засыпается очень хорошо. Засыпается мгновенно. Ты только ложишься в нее. 5 минут. И тебя уже нет. Ты во сне. Все. Давайте. До завтра. Пока.